Заработать на карманные расходы этим летом смогут порядка трёх тысяч самарских подростков. Принять их на работу готовы крупнейшие предприятия города. Авиакорцы, СКБ «Прогресс», булочно-кондитерские комбинаты, а также ТОС и муниципальные предприятия. Трудоустроиться подростки смогут на две недели или на месяц. Средняя зарплата составит порядка шести тысяч рублей. Кроме того, материальную поддержку дополнительно окажет городской центр занятости. Ими оказывается материальная поддержка для всех трудоустраиваемых, несовершеннолетних. Цифра материальной помощи, которая будет выделяться за полный рабочий месяц в этом году, составляет 1 275 рублей. Особое внимание глава администрации Олег Фурсов поручил уделить летнему трудоустройству детей, стоящих на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. В городе их порядка тысячи человек. А также создать подходящие условия для труда подростков с ограниченными возможностями здоровья и ребятам из многодетных и малообеспеченных семей. На них достаточно большая нагрузка в существующих экономических условиях, на эти семьи легла. Поэтому надо этих ребят тоже выявлять и давать им возможность зарабатывать. Многие дети во время летних каникул отправятся в лагеря отдыха. В этом году будут работать 165 лагерей с дневным пребыванием и 7 загородных. Планируется, что оздоровиться и отдохнуть с них смогут больше 100 тысяч ребят. Сейчас департамент образования активно ведёт подготовительную работу. Планируются капитальные текущие ремонтные работы, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, приобретение меобилия, оборудования, санэпид-мероприятия и так далее. То есть главная наша задача выполнить все предписания надзорных органов для того, чтобы лагеря были открыты своевременно. Лагеря летнего отдыха начнут работу с 1 июня. Перед тем, как принять детей, они пройдут проверку всеми надзорными органами. Глава администрации поручил особое внимание уделить вопросам безопасности. Мы должны самое пристальное внимание направить на то, чтобы избежать возможных ситуаций, которые повлекут травмы для детей. Это всё нужно очень принципиально, очень тщательно, значит, всё проверить. Здесь и департамент спорта должен участие принять, и соответствующая служба распотребнадзора. Провести время с пользой во время каникул смогут и дети, оставшиеся в городе. Всё лето на спортивных площадках будут работать тренеры-общественники. Пройдут городские соревнования по боксу, футболу и веломарафон. Лариса Шалафаст, Константин Головин. События.